Кировская область готовится к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Оно состоится 1 июля. Поправки вносятся сразу в несколько статей основного документа страны. Сегодня прошло расширенное заседание рабочей группы Общественной палаты региона по соблюдению избирательных прав граждан. Основной доклад был подготовлен Ассоциацией независимый общественный мониторинг. Его тема – картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию. В числе наиболее частых манипулятивных средств и приемов в докладе отмечено следующее. Распространение заведомо ложной информации, преднамеренная подмена одного события другим, искажение смыслов, намеренная подтасовка фактов и апелляция к нарушениям правил ограничений, которые не установлены. Это те моменты, на которых авторы доклада особенно акцентируют свое внимание и утверждают, что именно эти факты имели место в избирательных кампаниях предыдущих лет. Как сообщили на заседании, так называемые фейки в основном распространяются в интернете. Так, с января этого года в сети размещено более 8 тысяч статей, которые содержат фразу поправки в Конституцию. В социальных сетях миллионы постов и комментариев. Фейковые мнения псевдоэкспертов могут дезориентировать неподготовленных людей. Тем не менее, по официальной статистике в ЦИОМ, более 67% россиян все же намерены участвовать в голосовании. 61% готов поддержать поправки в Конституцию. Вот наша задача, чтобы на участках было еще безопаснее, чем на сегодняшний день здесь. Чтобы все граждане получили средства индивидуальной защиты, придя на участок для голосования. Чтобы они спокойно, без каких-либо там сложностей понимали, что действительно все вот это максимально безопасно. Увидели там членов избирательной комиссии в средствах индивидуальной защиты. Обработали там руки средствами гигиены. Могли принять участие спокойно, без каких-либо толканий, без очередей на участках для голосования. Спокойно могли выразить свою волю. К слову, все избирательные участки уже готовы принять избирателей. Напомним, что изменение в основной закон защитит суверенитет российских территорий, гарантирует сохранение государством природного богатства страны и многое другое.